Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2 глава с 5 по 8 стих. Это история о жертве. Но понятие жертвы сегодня не популярно. Слишком трудно, слишком неудобно. Иногда мы чувствуем, что нам больше нечего дать, нечего выделить. Но если бы ваша жертва могла спасти чью-то жизнь, дать образование ребенку, поднять место населения из нищеты, спасти кого-то от жизни в рабстве, что если бы вы могли спасти душу, стоило бы тогда чем-то пожертвовать, и что если бы один из тех людей продолжил помогать другим, и круг продолжил расширяться, преображая все сообщество. История нашего сбора самоотречения построена на небольшой жертве одного человека более 130 лет назад. Она разрослась до международного движения, являющего Божью любовь к бесчисленному количеству людей по всему миру. Благодаря вашей жертве можно достичь великих вещей, исполняя две фундаментальные задачи Евангелия, восполняя человеческие нужды без какой-либо дискриминации и проповедуя Евангелие Иисуса Христа. Население в Индии укрепилось благодаря образованию. Дети Малави были избавлены от жизни в рабстве. Микрофинансовые кредиты подняли семьи в Пакистане из нищеты. А люди в Кении получили чистую воду, чтобы предотвратить распространение инфекции. Но важнее всего то, что ваши пожертвования помогают армии спасения внести Евангелие Иисуса Христа в 131 стране на 175 разных языках. Благодаря обучению офицеров свидетельствовать верность и бесстрашие и снарешая корпуса благовествовать тем, кто находится в духовной нужде. В 2017 году на сборе самотречения мы собрали средства, которые пойдут на дальнейшую работу. Взращивая тело верующих и продолжая миссию Иисуса, рассказывая всему миру о Его великой любви, Библия говорит о Божьем народе, как об одном теле, состоящем из многих частей. Эти части расположены по всему миру, и хотя мы различны по половой, национальной принадлежности, уровней благосостояния и языков, мы все принадлежим к одной семье во Христе. Они не одни, как и мы. Вместе мы встанем, как один, и попросим Бога трудиться в нас и через нас, Его детей в этом мире. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 12-13, 26 стихи. Вместе давайте постоим за семьи. Постоим за равенство. Постоим за молодежь. Постоим за справедливость. Поднимаясь со Христом, мы стоим как один. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok